Новый виток противостояния Тутберидзе и Плющенко. Чего ждать от юниорских прокатов? Парад ультра-Си у девушек и множество новых имен у мальчиков. На льду Новогорска намечается крутое открытие сезона. Контрольные прокаты юниоров стартуют уже 18 августа, и это не просто показ соревновательных программ для нового сезона, а очень важное мероприятие. Молодые спортсмены имеют шанс блеснуть на глазах руководства Федерации фигурного катания России и обратить на себя внимание. Показать хорошую рабочую форму на льду Новогорска, задать положительный тон всему соревновательному году. Тем более выступать, скорее всего, юным спортсменам придется исключительно на внутренних стартах. Первыми свои летние наработки покажут юноши и девушки из одиночного катания. По числу учеников Ангелы Плющенко здесь доминируют. От них на лед Новогорска выйдут четыре воспитанника. Но и группа Тутберидзе не слишком отстает. У них, две одаренные фигуристки и 12-летний мальчик, способный дать фору более взрослым парням. А вот кто впечатлит больше всего, еще только предстоит увидеть. Благо юниорам есть чем нас удивлять. Новый виток противостояния учеников Тутберидзе и Плющенко. У девушек на контрольных прокатах интересно будет посмотреть на одних из главных фаворитов юниорских соревнований, ими являются 13-летняя Алиса Двоеглазову из группы Этери Тутберидзе и две воспитанницы Академии Ангелы Плющенко. 14-летняя Вероника Жилина и 13-летняя Софья Титова. Все три фигуристки владеют элементами ультра-си, с которыми регулярно выступают на соревнованиях. Алиса в прошлом сезоне громко заявила о себе, заняв четвертое место на первенстве России. Сильнее нее оказались лишь более опытные Акатьева, Муравьева и Самоделкина. Главное оружие Алисы – это четверной тулуп, но за лето она вполне могла прибавить, о чем мы узнаем уже непосредственно на контрольных прокатах. Вероника, хотя и не отличается стабильностью, считается настоящим уникумом в плане прыжков. На тренировках она исполняет немыслимые каскады и комбинации, а на стартах прыгает на постоянной основе тройной Аксель, четверной Тулуп и четверной Сальхов. Софья – особая ученица Евгения Плющенко. С ней он прошел длинный путь от детских турниров до выхода в юниоры. Тройной Аксель и четверной Сальхов появились у Титовой именно в Ангелах, и на этом она явно не остановится. С амбициями у нее все в порядке. 14-летняя Дарья Садкова год назад считалась будущей звездой Тутберидзе и одной из фавориток у юниорок, но неожиданная травма перечеркнула ей почти весь сезон. Тем не менее, после долгого отсутствия она попыталась исполнить на одном из турниров четверной Тулуп. Попытка закончилась падением, но очевидно, что Даша настроена решительно и готова бороться за место под солнцем. Зинина и Рубцова выйдут на лед после ухода от Плющенко и Тутберидзе. Любопытно посмотреть, что на контрольных прокатах покажут 13-летняя Любовь Рубцова и 15-летняя Анастасия Зинина. Обе одиночницы в межсезонье ушли из своих школ и теперь тренируются у Алексея Василевского в армии фигурного катания. Люба до этого числилась в группе Тутберидзе, где успешно освоила тройной аксель. Однако высокими результатами порадовать тренера чемпиона Крупцова толком не успела. На первенстве России она заняла всего лишь 13-е место. Впрочем, переход к Василевскому у нее прошел тихо и мирно. Чего не скажешь о переходе Анастасии Зининой из ангелов Плющенко. Взяв серебро и бронзу на юниорских этапах Гран-при, Настя неожиданно посыпалась на дебютном чемпионате России. На первенстве она снова не справилась с контентом и заняла последнее место. После выступления она говорила Плющенко, что ей нужно больше прыгать. Позже выяснилось, что прыжки в академии ей действительно ограничивали, чтобы дать залечить травмы. А также, что она якобы тайно подкатывалась у другого тренера, чем нарушила дисциплину. Настя с обвинениями не согласилась, а сейчас радуется тренировочному режиму в новой школе. Раньше она активно прыгала четверной тулуп. Увидим ли мы его на контрольных прокатах? Чем ответят девушки из других школ? Впечатлить элементами ультра-си могут и девочки из других тренерских штабов. Так, 13-летняя Мария Гордеева из группы Сергея Давыдова в ЦСКА имеет в своем арсенале четверной тулуп и четверной сальхов. 15-летняя Алина Горбачева, которая тренируется в Химках у Софьи Фетченко, делает на соревнованиях квад сальхов. А 15-летняя Мария Захарова владеет четверным тулупом. Выучила она его, кстати, в Хрустальном, но не у Тутберидзе, а у незаслуженно остающейся в тени Анны Царевой. 14-летняя Елизавета Куликова на соревнованиях ультра-си пока не исполняла, но активно изучала четверной лупс в группе Сергея Давыдова. Зимой она перешла к Светлане Соколовской в ЦСКА, поэтому дальнейшая судьба квада неизвестна. За фигуристками без ультра-си будет наблюдать не менее интересно. 15-летняя Вероника Еметова из Екатеринбурга неплохо проявила себя в прошлом сезоне. Она выиграла финал Кубка России во взрослом разряде, замкнула десятку на чемпионате России и стала второй на первенстве России среди старшего возраста в разряде кандидат-мастера спорта. Для спортсменки без тройного акселя и четверных, это хорошие результаты. Вероника берет чистотой катания и обаянием. Помимо Вероники, на контрольных прокатах появятся и другие девочки из регионов. 13-летняя Елизавета Лабутина из Екатеринбурга и 13-летняя Таисия Щербинина из Перми. Питерскую школу фигурного катания представит 13-летняя Надежда Пантелеенко, которая тренируется под руководством Олега Татаурова. 12-летние мальчики против взрослых парней. У парней на этих контрольных прокатах будет много новых имен. А возрастной диапазон фигуристов – от 12 до 18 лет. Причем самое младшее, Арсений Федотов из группы Тутберидзе и Лев Лазарев из группы Сергея Давыдова – очень сильные ребята. Арсений выиграл в прошлом сезоне 8 из 10 турниров, в которых участвовал. Федотов владеет тройным акселем и четверным Сальховым, и это в 12 лет. Прекрасно выступал весь прошлый сезон и Лев, а в его прыжковом наборе значится тройной аксель, четверной тулуп и четверной лупс. Квады у него не слишком стабильные, но какие его годы? Этот мальчик определенно может стать звездой в будущем. От ангелов Плющенко заявлены 16-летний Кирилл Сарновский и 15-летний Максим Автушенко. И если с Кириллом все понятно. Он давно считается одной из главных надежд Академии, то Максим попал на прокаты юниорской сборной в последний момент. Заслужил он это благодаря чистой произвольной с двумя четверными Сальховыми и двумя тройными акселями на внутренних прокатах Академии. Продолжение следует...